В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях начальник отделения организации надзорных и профилактических мероприятий отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владивостоку Владислав Сокуренко. Во Владивостоке действует особый противопожарный режим, а он подразумевает запреты. К слову, в настоящее время вообще существует большое количество мораториев. Об этом сегодня и поговорим. Владислав, здравствуйте! Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Во Владивостоке, как я уже сказала, действует особый противопожарный режим. Что же он подразумевает? Все верно. Действительно, на территории Владивостокского городского округа введен противопожарный режим. И выражаясь простым языком, понятным нашим телезрителям, следует отметить, что противопожарный режим, особенно в преддверии майских праздников, это ряд ограничений и запретов. Главным из них является запрет на разведение открытого огня. И это правило распространяется не только на лесные массивы, но и дачные, садоводческие и иные объединения. Таким образом, подводя итог вышесказанному, сразу огорчу очень сильно наших телезрителей, пожарить шашлыки на майских праздниках на открытой территории не получится. Это будет являться нарушением противопожарного режима. Поэтому я настоятельно рекомендую всем, кто смотрит данную передачу. У нас в городе очень много замечательных заведений, где можно также насладиться столь прекрасным блюдом. Поэтому лучше посетите какие-либо заведения или, может быть, если есть возможность, отметьте как-то праздники по-другому, без разведения открытого костра. Конечно, вот сейчас после моих слов редактору остаётся только вставить рекламу заведений, куда стоит пойти людям, но это уже немножко другая история. Ну, слушайте, это же касается, наверное, и баз отдыха, да, и там тоже. Всё под запретом? Да, вне зависимости от, скажем так, наименования места, где будет осуществляться разведение открытого огня, данный запрет распространяется, как я сказал, на всю территорию Владивосходского городского округа. Это несправедливо. Каждый раз, как начинается весна, распускается природа, птички поют, на природу хочется, и раз у нас вводят противопожарный режим. Вот так всегда. Но леса горят, если проехать по Приморью высокий класс пожарной опасности, и во Владивостоке в том числе, конечно, эти правила надо соблюдать. Соблюдать их надо ещё и по той причине, что наверняка наказывают. Да, действительно, предусмотрена административная ответственность, которая как раз заключается в виде штрафа, причём суммы штрафов достаточно значительные. Например, для граждан это составляет от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 60, на лиц, осуществляющих юридическую деятельность без образования юрлица от 60 до 80, и на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. То есть суммы достаточно значительные. Ну да, дороговато за шашлычки придётся заплатить. Как-то проще, наверное, куда-то сходить, чтобы тебе приготовили. Ну и, прошу прощения, что перебиваю, конечно, административная ответственность – это одно, но не забываем, что, скажем так, не очень удачное приготовление пищи, оно может способствовать развитию большого пожара, причинению крупного материального ущерба, а там уже мы будем говорить не об административной ответственности. Об уголовной? Всё верно. Это уже гораздо серьёзнее. При определённых обстоятельствах, конечно. Ну и, наверное, это же не только шашлыки, это огнеопасные работы какие-то под запретом, не знаю, на даче листву, в конце концов, ужигать нельзя. Да, да, всё верно – разведение открытого огня в любых его проявлениях. Существуют ещё сейчас моратории различные. Что это за моратории? Что нам нельзя делать? Ну, я так понимаю, вы имеете в виду про моратории, которые у нас сейчас наложены в области контрольно-надзорной деятельности, и об этом, наверное, только ленивый не знает, обозначу сразу, что да, действительно, у нас в стране проходит масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности. Главная суть которой – это преобладание профилактических мероприятий над контрольно-надзорными. То есть, действительно, значительно уменьшилось количество проводимых проверок органов государственного пожарного надзора, но при этом кратно возросло количество проводимых профилактических мероприятий. Но вместе с тем отмечу, что проведение проверок законодательно не запрещено, просто оно осуществляется в соответствии с рискоориентированным подходом в отношении определенного класса объектов. Ну, то есть, получается, если так русским языком выразиться, то проще предупредить, чем уже прийти и наказать. Да, действительно, в принципе, и на это идет главный упор. Сотрудники отдела регулярно осуществляют профилактическое мероприятие, именуемое как профилактический визит. Причем количество профилактических визитов по сравнению с прошлым годом кратно возросло, и более того, что приятно, увеличилось количество профилактических визитов, проводимых по инициативе контролируемого лица. То есть, контролируемые лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица сами выходят на контакт с органами Госпожарного надзора и просят осуществить данное мероприятие с целью разъяснения требований пожарной безопасности, которые в той или иной степени должны соблюдаться на их объекте. Но это, опять же, относится к тому же противопожарному режиму, например, когда сотрудники МЧС выходят, допустим, в наши там островные территории, общаются с жителями, раздают им какие-то памятки о том, как нужно себя вести, что следует делать, чего не следует делать там на своем участке. Ну, нет, это не совсем то. У нас в этом плане немножко по-другому работа построена. У нас проводятся мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами, это так называемое выездное обследование. Если же мы говорим про профилактические визиты, то это в большей части происходит на объект, например, определенное здание, которым распоряжается контролируемое лицо, и человек интересуется, какие требования ему необходимо соблюдать. Очень часто объекты, которые вот только начали осуществлять свою деятельность. Конечно, у нас и предусмотрен ряд обязательных профилактических визитов, но какая-то определенная часть объектов не подпадает под категорию обязательного проведения профилактического визита. А внеплановые проверки бывают? Да, внеплановые проверки сейчас есть, и большинство внеплановых проверок, они происходят непосредственно по обращениям граждан, поступившим в адрес Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Что это за обращение граждан? Кто к вам обращается? Зачем к вам обращаются? Ну, в принципе, к нам может обратиться любой гражданин. Обычно проверки проходят по обращениям в том случае, если есть факт наличия угрозы жизни и здоровью граждан. То есть, сразу поясню, многие до сих пор, опять же, граждане думают, что если человек направил заявление в орган Государственного пожарного надзора с просьбой провести проверку, то инспектор на основании этого может просто выйти, провести контрольно-надзорные мероприятия, выдать предписание, привлечь лиц к административной ответственности и, скажем так, добросовестно отработать жалобу. Граждане ожидают именно этого. Но, к сожалению, мы также в какой-то степени связаны с законодательными оковами. Сейчас поясню, если к нам поступает обращение, которое содержит сведения, действительно, об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям, сотрудник в первую очередь осуществляет подтверждение данной информации, делает необходимые запросы в соответствующие станции, в том числе и в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления, осуществляет как раз, вот я уже ранее сказал, выездное обследование без взаимодействия с контролируемым лицом, чтобы подтвердить сведения. В случае, если сведения об угрозе подтвердились, в этом случае формируется пакет документов, который направляется на согласование в органы прокуратуры, и только после решения органов прокуратуры о согласовании данного мероприятия инспектор вправе выйти на объект с проверкой. Именно поэтому многие граждане не всегда получают желаемое по результатам отработки обращений, потому что не все обращения содержат действительно достаточно доводов для их согласования. По некоторым обращениям граждан или в случае отказа прокуратуры мы выносим предостережение. Своеобразная превентивная мера, направленная на профилактику нарушения требований пожарной безопасности, которая также направляется к контролируемому лицу и с указанием необходимости соблюдения данных мероприятий. Давайте какой-то пример приведем. У меня почему-то в голове картинка, что есть два соседних участка, на одном сосед составил какие-нибудь бочки с бензином, другого соседа это крайне напрягает, потому что он боится, что в случае чего может загореться сам. Он пишет в МЧС, говорит, ай-яй-яй, ребята, приедьте, разберитесь, накажите этого нехорошего человека. Так это или как? Ну, не совсем. Вот немножко сделаю отступление небольшое. Да, действительно, у нас есть определенные жалобы, когда поступают в адрес отдела такого содержания, что прошу вас провести проверку объекта, находящегося по определенному адресу. При этом никаких доводов о нарушениях, ничего, никаких сведений не приводится. Естественно, поскольку, я уже повторюсь, мы ограничены в посещении данного объекта, мы не можем просто так по желанию гражданина выйти, эту проверку осуществить. Поэтому для граждан, сейчас поясню, если действительно вы хотите, чтобы от вашего обращения была польза, и вы получили желаемый результат, то нужно очень четко формулировать свои доводы. И самое главное, адресно писать заявление в соответствующую инстанцию. Вот мы затронули сейчас тему с индивидуальными жилыми домами, садовыми участками. Вот я сейчас небольшое также отступление сделаю. Очень часто поступают обращения граждан, в которых содержится сведения о самовольном строительстве индивидуального жилого дома. То есть, например, сосед в нарушении всех противопожарных расстояний осуществляет строительство. Но это же не к вам по строительству, это кому-то другому. Вот, Юлия, очень приятно, что вы этот вопрос знаете, но, к сожалению, не все телезрители владеют данной информацией. Поэтому, пользуясь возможностью, я поясню, если возникает такая ситуация, находится дом на этапе строительства, когда это все еще можно, скажем так, безболезненно предотвратить и исполнить в соответствии с требованиями законодательства, в данном случае, если мы говорим про индивидуальные жилые дома, необходимо обращаться в администрацию города Владивостока. Поскольку, в соответствии с градостроительным кодексом, при строительстве индивидуального жилого дома застройщик направляет в администрацию уведомление о начале строительства, в котором он как раз приводит вид разрешенного использования земельного участка, параметры объектов, в том числе отступы от границ участков. И уже администрация проводит проверку параметров объекта разрешенным параметром строительства. Поэтому в данном случае необходимо обращение адресовать адресно в администрацию города Владивостока. Потому что если обращение поступает к нам, конечно, это не в нашей компетенции решать такие вопросы. Мы его перенаправляем, но из-за этого увеличивается срок рассмотрения обращения. Иногда граждан действительно очень беспокоят их проблемы, и они очень переживают, когда слишком затянутые сроки. Ну вот, кстати, что касается сроков, каким образом осуществляется согласование проверок по обращениям граждан? И как долго происходит весь вот этот вот процесс? Ну, по согласованию я уже, в принципе, до этого пояснил, как обстоит ситуация. Поэтому вообще сроки обращения граждан у нас регламентированы 59-м федеральным законом. У нас они составляют 30 дней. Но сразу подчеркну, 30 дней у нас отрабатывается только исключительно, скажем так, обращение граждан, по которым необходимо очень большое количество сведений, скажем так, из ряда вон выходящих. Мы стараемся избегать социальной напряженности и давать ответ гражданам заблаговременно. Плюс у нас используется система электронного документа оборота. Мы сами понимаем, что электронные ресурсы тоже имеют свойство каких-то определенных технических ошибок. Поэтому затягивать намеренно отработку обращений никто из сотрудников вообще, скажем так, не занимается. Большое ли количество обращений вот таких поступает в адрес МЧС? Безусловно, в адрес Главного управления МЧС России по Приморскому краю только с начала этого года поступило 780 обращений граждан, из которых 445 по вопросам соблюдения обязательных требований пожарной безопасности. Ну, практически половина к вам не относящихся. Да. Получается так. Нет, нет, есть. У нас же есть не только Федеральный государственный пожарный надзор, у нас есть и другие ветви. Поэтому я сейчас говорю только про количество обращений, которые именно поступило непосредственно к нам, говорят. Ну, а вот какие не относятся к вам? Ну, по индивидуальному строительству я пояснил. Также поясню по объектам капитального строительства. Здесь уже мы говорим о более глобальных каких-то моментах. Например, строится жилой дом. Добросовестный, добросознательный гражданин увидел какие-то нарушения при строительстве и начинает об этом писать в МЧС. Но, поясню, с 2007 года органы Государственного пожарного надзора не принимают участие в приемке зданий в эксплуатацию. Эту ношу возложил на себя Государственный строительный надзор. Поэтому соблюдение требований пожарной безопасности при строительстве как раз осуществляется в рамках Федерального государственного строительного надзора. Это, по сути, все. Да. Поэтому, если направляет обращение гражданин по объекту незавершенного строительства, лучше сразу адресовывать это Государственный строительный надзор, чтобы, опять же, не затягивать время рассмотрения обращения. Еще одним ярким примером является просьба в согласовании установки шлагбаума. С этим столкнулся даже мой дом. Потому что, я помню, я читала общедомовый чат, мы собирались ставить шлагбаум, и там кто-то написал, что надо согласовывать это с МЧС. Другой сосед пишет, что нет, не надо согласовывать это с МЧС. Так вот, надо или не надо? Я прекрасно понимаю, почему так написали ваши соседи. Я, готовясь к эфиру, просто ради интереса зашел в интернет-ресурсы. И по поисковой строке, с кем согласовывать установку шлагбаума, первая ссылка – МЧС и администрация города Владивостока. Поэтому, сразу скажу, шлагбаум с МЧС согласовывать не надо, но при этом необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, предъявляемые к установке шлагбаума. Давайте сейчас на примере многоквартирного жилого дома разберем. Если вы ставите шлагбаум, необходимо соблюсти несколько условий. Первое – либо этот шлагбаум интегрирован системой пожарной сигнализации, то есть при сработке системы в вашем доме шлагбаум автоматически открывается и находится в этом положении до окончания сработки системы, чтобы беспрепятственно могла приехать пожарная техника. Но такое решение крайне редко выбирается, поэтому тут уже приходят на помощь два других варианта. Первый – это когда непосредственно у шлагбаума организовано круглосуточное дежурство, и человек при виде специализированной техники открывает шлагбаум для ее беспрепятственного проезда. Либо дежурный находится непосредственно в самом жилом доме. Ну, консьерж. Да, и выведены камеры, по которым он контролирует прибытие техники, а также установлен пульт дистанционного доступа, позволяющий открыть шлагбаум. Поэтому при установке шлагбаума необходимо руководствоваться этими правилами, но согласовывать с органами Федерального государственного пожарного надзора шлагбаумы не надо. Поэтому на все обращения данного характера мы, в принципе, эту информацию доносим, которую я сейчас озвучу. Касаемо также типовых вопросов, поступающих в наш адрес и не относящихся к нашей компетенции, можно выделить просьбы граждан повлиять на недобросовестных жильцов, которые, паркуя свой транспорт, перекрывают проезд, как правило, своим соседям. Сразу скажу, что также данный вопрос в компетенцию МЧС не входит, и данные обращения перенаправляются в ОМВД России по Приморскому краю, по городу Владивостоку, и уже данные органы в соответствии со своей компетенцией могут принимать какие-то меры. Поэтому, опять же, в целях экономии времени, а также сил сотрудников Главного управления МЧС России по Приморскому краю, особенно в связи тех цифр огромных, которые я озвучил, очень прошу граждан перед направлением обращений немножко побывать на просторах интернета, почитать законодательство, потому что, в принципе, все ответы, они кроются на поверхности. И уже направить адрес на свою жалобу, это как раз и уменьшит социальную напряженность и позволит осуществить отработку вашего обращения в более короткие сроки, чем как раз уже граждане будут в полном объеме удовлетворены. Ну а как вот грамотно и правильно обратиться? Нужно что? Нужно зайти на сайт? Нужно письменно это как-то сделать? Какие вот существуют способы? Есть несколько вариантов направления обращения граждан. Первый вариант – это, вы правильно отметили, можно через сайт Главного управления МЧС России по Приморскому краю осуществить. Второй вариант – это направить почтовым отправлением. И третий вариант – в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю есть ящик приема обращения граждан, можно принести свое обращение туда. Но все это в произвольном виде пишется или существуют какие-то… Конечно, форма обращения, она не установлена. Но единственное, на что я еще раз обращу внимание, что при написании жалобы очень важно четко изложить суть, потому что иногда бывают, поступают обращения граждан на 10-12 страницах, при этом достаточно тяжело понять, что же все-таки гражданин хочет. И это хорошо, если указан номер для обратной связи, что можно связаться с человеком и действительно уже какие-то вопросы обсудить с ним лично. Мы, в принципе, так и стараемся работать, давая обратную связь заявителю. Но иногда все-таки люди, я понимаю, что их опасения, не оставляют свои контактные данные, поэтому приходится уже отрабатывать обращения граждан, исходя из написанного текста. Почему же так часто обращаются граждане? На самом деле на этот вопрос есть несколько вариантов ответа. Первый из них, что очень сильно увеличивается количество обращений граждан, когда происходит какое-то резонансное событие. Например, крупный пожар. Но гораздо, мне кажется, большая проблема в таком избыточном количестве обращений кроется в том, что люди перестали друг с другом разговаривать. Особенно это даже касается соседей в многоквартирном жилом доме. Иногда бывают такие обращения, которые можно просто выйти на лестничную клетку с соседом, не знаю, решить за кружечкой чая, не знаю, может быть, каких-то других напитков, но без направления жалобы в контроль надзорные органы. Поэтому, опять же, я попрошу, есть такие вопросы, которые очень легко урегулировать без вмешательства извне. Поэтому будьте добрее друг к другу открытия, не стесняйтесь подойти к соседу и пообщаться. Возможно, ваша проблема даже решится гораздо быстрее, чем вы об этом думаете. Ну и последнее я еще раз подчеркну, об этом я неоднократно сказал в рамках данного эфира. Это правовая несведомленность самих граждан. Не забывайте читать, какие органы компетентны в тех или иных вопросах, чтобы точечно направлять ваше обращение и не плодить излишние информационные, скажем так, переписки между органами государственной власти, органами местного самоуправления. Ну что ж, хочется пожелать тогда нашим жителям поменьше создавать работы сотрудникам МЧС, чтобы жалобы, если и поступали, то именно грамотные, которые могли бы оперативно отрабатываться. Я хочу, чтобы вы со своей стороны еще все-таки у нас майские праздники напомнили жителям о том, как надо себя вести и что надо делать. Ну, начну с того, с чего я начал. На старте данной передачи это о запрете разведения открытого огня. Не пренебрегайте этим правилам. Я понимаю наш русский менталитет, авось пронесет, и со мной этого не случится, но, пожалуйста, позаботьтесь в первую очередь о соблюдении требований противопожарного режима, потому что я уже привел, есть масса возможностей, тем более в городе Владивостоке, отметить эти праздники культурно и получив не меньшее удовольствие, чем вы получите от приготовления пищи на костре. Ну и на дачах, наверное, тоже следует быть осторожнее дачникам, садовникам, кто эти майские праздники привык проводить на природе около своего какого-то приусадебного участка. Да, отдельно для дачников дополню. Очень многие сейчас осуществляют уборку сухой растительности. Отмечу, что, понятно, это благородная цель. Убирать растительность надо, но не нужно ее, опять же, сжигать, разводя открытый огонь. Это тоже очень важное такое замечание, потому что иногда люди думают, что они делают, ну, с какой-то стороны благородное дело. Да, действительно, очень важно иметь очищенный участок, чтобы не было в случае чего распространения пожара, но, опять же, ликвидировать растительность нужно безопасными способами. Ну что ж, я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили об обращениях в МЧС, а также напомнили о важности особого противопожарного режима во время майских праздников. В гостях у нас был начальник отделения организации надзорных и профилактических мероприятий, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владивостоку Владислав Сокуренко. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом.